Скажите, какую трудность церкви. Взятая адреса. Далее. Далее. Есть у вас какие-то... Луна-парк. Луна-парк. Да. Здесь, в Аргентине, все сломается из конца. Мы ознакомились с районом Горг-Мадеро. Там были высокие такие здания, вы заметили. Это типа остревы, это самые дорогие. А если постройки красно-кирпичные, это чисто английская постройка. Англичане очень много помогали Аргентине проложить, допустим, железные дороги. Чтобы с разных провинций сюда поездами привозили весь урожай. И здесь, в этом порту, в этих зернохранилищах хранили зерно. И потом грузили на корабли. Англичане очень тоже, как бы, вели тесные коммерческие связи с аргентами. Вот. Вот другая компания. Бегус, это еще другая компания, которая в Уругвай направляется. Вот. Сейчас мы направимся на северную часть города. Я вам показал вот задний фасад розового дома. Так что можно сказать, что мы посетили центр города. Мы поехали на юг. Мы были с вами вот где была эта река. Это была самая южная часть. Уже через мост там уже была провинция. Я вам вчера по приезду сказал, что в провинции проживает намного больше. 12 миллионов населения. И эта провинция делится на разные департаменты. Вот южные департаменты, они очень... Ну, там очень много трущоб. Я вам говорил, что там заводы, фабрики. А сейчас мы с вами с центра города. Можно сказать, что мы сделали половину экскурсий. Сейчас с этого момента мы направимся на север. И, как минимум, у нас есть три таких важных района. Это река Лето. Это Палермо. Если кто читал вот программу, если кто читал в интернете. Вот Палермо. Это очень... Разводятся. Это просто вот черпают в океане. И это натуральные продукты. Но сами аргентинцы не рыбное мясо. Вот все у них, три раза в день они мясные. Вот, нет, на еду я должен отдельно целую экскурсию проводить. Здесь можно очень долго разговаривать. Несмотря на то, что они очень простые в своем форме питания. Но, на самом деле, здесь очень хорошие продукты. На разных, в разных регионах Аргентины выращивают разные. То есть, на ровно это... Вот, там такие вот все черные, такие дипломатические. Вот, здесь очень мало. Очень мало. Здесь я вам вчера говорил. Народ очень простой. И даже если кто-то очень прям богатый, то он этого совсем показывать не будет. Возможно, из такого дорогого автомобиля выйдет такие растрепанные. Вот у меня есть друзья, которые, слава богу, добились успеха в жизни. Но они продолжают ходить в оборванных шлепанцах, шортах. Вот, выйдет в майке какой-то с дредами, такие хиппи. А сколько проезд в автобусе стоит и в метро? О, это социалистическая страна. Здесь, знаете, цены для народа. Вот меня недавно... Завтра мы поедем на острова Тигры. Я неделю назад был с группой тоже, говорит из Казахстана, ребята. Говорят, Тим, а мы можем вот поехать обратно на публичном транспорте? Мы слышали, что с Тигры можно до центра доехать на электричке. Я говорю, давайте. Вот, мы пошли, взяли билетики. Я давно не ездил на электричке. Знаете, сколько нам стоило? 33 песо проезд. Это 3 копейки. 3.3 копейки. Я такой, ничего себе дешево. А ну-ка узнаю автобус. 58 копеек. 58 песо, то есть 5.8 копеек. А метро самое дорогое. Целый рубль. То есть 10 копеек от доллара. Вот такое у нас. Бесплатное обучение. Дешево. Очень дешево. Мясо дешево. Проезд дешево. За квартиру. У нас повезло, потому что у нас нет 24 часа в сутки охраны. То есть у нас просто за воду, за освещение общего, вот в коридоре лифт, там еще пару вещей мы платим в месяц. Вот. Здесь этот институт Сан-Мартино. Это, если бы кто хотел, памятник Сан-Мартино с левой стороны. Это единственный памятник, где он появляется уже в пожилом возрасте. Со своими внучками. Вот. Я вам... Да, да. Я вам рассказывал, что он прожил всю свою оставшуюся жизнь во Франции. Вот. Умер от старости спокойно. Вот. Жизнь у него уже при... На пенсии была.